доброго всем хорошего дня рада приветствовать всех зрителей своего канала вяжем крючком для тех кто интересуется вязанием спицами приглашаю посетить мой параллельный канал где мы с вами вяжем спицами и ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео сегодня мы завершаем полностью мастер-класс я показываю вам окончание капюшона и готовый кардиган покажу так как смогу в своих условиях показать я вам показываю уже практически связанный капюшон у нас нет еще последнего ряда окончания нашего обода и еще не обвязки горловины все то что я делала от предыдущей серии и до окончания я сейчас вам буду рассказывать вот такая форма капюшона которую я предлагаю вам в этом эту форму я называю такую вот с карманами капюшон кобра в предыдущей серии мы начали с вами вязать от затылочной части связали буквально одно раздвоение на макушку и дальше я уже связала сама а сейчас все 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 подробно вам расскажу и как видите у меня уже вывязана вот здесь вот вместе горловины это но назовем его ростком капюшона вот наша затылочная линия я вам показываю нижнюю точку затылочной линии дальше я делала раздвоение до верхней точки и сделала я их раз два три четыре раздвоение после последнего 4 я продолжила вязать узор так как он должен вязаться по рапорту вот вставляется вот здесь вот между двумя цветок а дальше мы вяжем обычно обычно как вяжется узор и у нас вывязывается таким образом верхняя линия нашей головы и теперь складываем капюшон опять в профиль я хочу вам показать давайте разверну поудобнее хочу вам показать что нужно еще обязательно вывязать как я его называю раском капюшона если мы начали вязать от горловины наш кардиган и вывязывали с вами в первой серии росток то соответственно точно также нужно связать и росток капюшону после всех этих манипуляций смотрите какая высота обода у меня получается получается капюшон красиво лежит на голове ну а теперь давайте на маленьком образце чтобы у меня все это помещалось в камеру я вам покажу только лишь добавление как мы завершим ну а обвязку опять вернемся к нашему большому капюшону посмотрите я связала вот такой вот маленький образец мини капюшончик вот у у нас одно раздвоение дальше мы идем ряд где мы вяжем окошко последующие цветы и у нас уже на макушечке вяжется одно окошко а соответственно один цветок и так мы повторяем вот этих вот разве и 4 раза дальше переходим на обычный узор и теперь предположим что мы сделали уже четыре раздвоения и начинаем выходить на росток горловины капюшона мы закончили к примеру ряд там где у нас поворотный ряд и здесь мы сейчас должны вязать половинку нашего узора вместо нашей половинки половинка у нас это было два лепестка мы свяжем три лепестка в этом месте разворачиваемся и как видите в шахматном порядке по узору если поворотными прямыми рядами здесь должно быть два лепестка мы же заходим в это окошко и вяжем все три лепестка связали 3 лепесточка дальше мы продолжаем ряд по узору только в этих рядах я уже чуть-чуть изменила узор но буквально крошечку здесь мы вяжем 5 воздушных петелек 2 3 4 5 как обычно как все вязали вяжем столбик без накида и вот в этом месте мы делали по 2 воздушных на капюшоне я же перехожу на 3 воздушных и далее перехожу как обычно снова 5 воздушных и добралась к вывязыванию следующего цветка так мы вяжем до конца ряда мы связали весь ряд и подошли концу нашего ряда соответственно в этом окошке мы тоже вяжем 3 лепестка это наша шейка вот у нас три лепестка начала ряда и три лепестка конец ряда теперь мы выходим на верхнюю точку ряда мы делаем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 разворачиваемся вот верхняя точка нашего ряда столбик без накида и дальше вяжем так как нам нужно по узору 5 воздушных петель раз два три 4 5 вершинку следующего лепестка раз два три 4 5 и вершинка следующего лепестка здесь у нас одна воздушная между цветами мы вяжем столбик с накидом и так как я добавляла там уже по три воздушных вот эти вот арочки то соответственно и здесь я буду делать три воздушные петельки между столбиками с накидом 1 2 3 и у нас чуть-чуть еще расширится сам узор 1 воздушная перешли ой извините здесь два лепестка только но это маленький образец вяжем столбик без накида и поехали дальше по узору и доходим опять до этого угла связали ряд там где не хватало лепесточка и я уже не распускал оставила просто столбик с тремя накидами но в полотне таких грубых ошибок не допускайте это будет некрасиво мы связали до следующего угла теперь возвращаемся снова вяжем воздушную петельку разворачиваемся столбик без накида 5 воздушных петель и опять идем по узору здесь у нас уже три воздушных и переходим вот к окошку где вяжутся три лепесточка так вяжем опять до конца ряда все как должно быть по узору завершаем ряд связали пять последних воздушных петелек и точно также перед лепестком делаем столбик без накида 2 воздушных и за лепестком вот под вот эту вот воздушную цепочку делаем снова столбик без накида разворачиваемся и вот здесь вот ряд немножечко необычный заходим в эту арочку вяжем столбик без накида вяжем 1 2 3 4 5 воздушных петель и накид на крючок провязываем столбик с накидом у нас получилось 1 арочка теперь вяжем воздушную петельку и у нас получается что мы должны повторить вот точно такую же арочку столбик с накидом 3 воздушные петельки и еще раз столбик с накидом и дальше мы опять продолжаем ряд так как нам нужно по узору доходим до конца ряда и мы опять подошли к концу ряда воздушная петля над средним лепестком арочка мы вяжем столбик с накидом 3 воздушные петельки из этой же арочки опять столбик с накидом воздушная петля и вот наша последняя арочка мы вяжем опять столбик с накидом 3 воздушные петельки и еще раз столбик с накидом у нас здесь по краям получается пол два места под цветы но здесь цветок привязываться не будет вяжем в воздушную петельку разворачиваемся заходим в эту же первую же петельку провязываем столбик без накида вяжем 5 воздушных петелек раз два три 4 5 и заходим в нашу арочку где должен вывязываться цветок зашли столбиком без накида и вяжем здесь полноценный цветок так как нам нужно по узору это первый лепесток мы связали дальше еще два лепестка в эту арочку и опять вяжем ряд до конца до следующего угла опять завершаем ряд связали последние лепестки здесь у нас вяжутся 5 воздушных петель и заходим вот вот эту вот угловую арочку провязываем столбик без накида завершили ряд теперь воздушная петля разворачиваемся в первую же петлю мы делаем столбик без накида вяжем 5 воздушных петелек раз два три четыре пять накид на крючок и из этой же петли вяжем столбик с накидом провязываем воздушную петлю и мы выходим на полноценный ряд раз два три 4 5 по 5 воздушных между лепестками раз два три 4 5 и довязываем ряд до конца конце у нас будет точно такое же вывязываться окошко и вот на другом конце мы вывязываем воздушная петля вот это окошко столбик с накидом 3 воздушные петли и опять в эту же петельку столбик с накидом мы с вами завершили ряд и завершили расширение по пол раппорта с каждой стороны теперь у нас на протяжении нескольких раппорта будет вязаться опять по прямой соответственно у нас здесь будет вывязываться сейчас половинка раппорта опять два лепестка и сейчас мы посмотрим на большом капюшоне связанном сколько мы вяжем сейчас по прямой я выложила нашу горловину и показываю росток на полном капюшоне вот наша середина отсюда мы связали по прямой видите вот по два лепестка будем считать что это два повторения раппорта если вместе с шахматным порядком мы связали по прямой следующее повторение раппорта мы уже делали мы добавили один лепесток и соответственно у нас получился маленький уступ и вот вот это вот место которое я вам только что показала до выхода опять на два лепестка я связала еще один раппорт с двумя лепестками и следующий раппорт я снова добавила вместо двух лепестков сделала три лепестка а дальше уже до конца мы опять повторяем то же самое что и в этом месте и до конца мы идем уже по прямой вот так вывязывается такой вот плавный росток нашего капюшона и если вернуться к маленькому образцу возможно вам удобнее здесь будет видно вот вот это вот выемка а здесь у нас от макушки мы вяжем по прямой у нас получается уже выход на обод капюшона и полностью всех рапортов но это конечно я вам не хочу говорить четко потому что каждый будет вязать из своей пряжи и у каждого будет свой выход полотна я вам скажу в сантиметрах что у меня получилось а в сантиметрах у меня получается смотрите высота капюшона у меня получилось 37 сантиметров здесь у нас вышло 26 сантиметров это так как я вам начали рассказывала что это за сантиметры вот высота еще раз 36 и по ободу мы вышли на 44 сантиметра плавно все вы в профиль видите полный капюшон и глубина капюшона у нас получается 26 сантиметров плюс сейчас будет 26 27 даже сантиметров плюс сейчас у нас будет еще последний ряд обвязки нашего обода капюшона ну а теперь заканчиваем сам обод его тоже нужно связать специфически чтобы он у нас и не особо был растянут но и конечно не затянут я долго поигралась и пришла вот к такому варианту который меня устроил вот наша последняя петелька окончание предыдущего ряда у нас закончилась арочкой мы вяжем воздушную петлю воздушную петлю разворачиваемся и заходим в эту арочку провязываем столбик без накида и здесь если брать по узору у нас должно связаться два лепестка мы их делаем сразу меньше чем весь узор в капюшоне вязали вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 2 накида на крючок и из этой же арочки вяжем столбик с двумя накидами воздушная петля и под столбик мы вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 и 5 связали и за ручки делаем протяжной полустолбик теперь вяжем второй лепесток вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 2 накида на крючок и за ручки вяжем столбик с двумя накидами соединили вместе оставили эту петельку от вершинки предыдущего лепестка считаем 1 2 3 петля и мы прикрепляем протягивая оставленную петлю через эту третью петлю прикрепляем лепесток к лепестку воздушная петелька и теперь мы вяжем под столбик 5 столбиков без накида связали из-за ручки из основания мы делаем протяжной полустолбик и переходим мы теперь на следующий цветок мы делаем теперь не пропуская у нас следующий цветок будет не здесь а на вершинке предыдущего ряда на лепестке вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и переходим в вершинку над цветком вершинку среднего лепестка связали столбик без накида вяжем 3 воздушные петли 2 накида на крючок из основания это у нас теперь будет 1 петелька вяжем столбик с двумя накидами и этот лепесток мы тоже обязательно крепим считаем раз-два вот третья петля от вершинки предыдущего мы крепим предыдущему лепестку воздушная петля и вяжем 5 столбиков без накида из основания вот одна петелька мы делаем протяжной полустолбик теперь вяжем следующий лепесток опять 3 воздушные петли 2 накида на крючок столбик с двумя накидами оставляем петельку мы крепим раз-два третья петля от вершинки мы этот лепесток тоже крепим предыдущему лепестку и под столбик провязываем 5 столбиков без накида провязали из основания провязываем протяжной полустолбик и над этой вершинкой мы вяжем только два лепестка значит два краевых у нас так как должно было быть по узору теперь над вершинкой предыдущего цветка у нас два лепестка и мы переходим в положенное место для наших лепестков как по рапорту мы снова делаем 5 воздушных петель переходим в эту арочку столбик без накида вяжем 3 воздушные петли 2 накида на крючок провязываем столбик с двумя накидами закрепляем оставляем эту петлю опять считаем 1 2 и в третью петельку мы крепим этот лепесток воздушная петля теперь мы под столбик вяжем 5 столбиков без накида протяжной полустолбик из основания теперь раз два три раз два вяжем столбик с двумя накидами закрепляем их и этот лепесток мы не крепим к предыдущему мы делаем его свободным воздушная петля 5 столбиков без накида из основания протяжной полустолбик третий лепесток если между работами у нас будет по два лепестка то в рапортах наших положенных местах у нас будет по 3 лепестка значит мы здесь вяжем третий лепесток 3 воздушные петли 2 накида на крючок провязываем столбик с двумя накидами воздушная петля и из-под столбика вяжем 5 столбиков без накида из основания протяжной полустолбик вот мы связали полноценный цветок на 3 лепестка над вершинкой 2 лепестка положено вместе у нас три лепестка и переходим опять на вершинку следующего цветка предыдущего ряда мы вяжем 5 воздушных петель переходим вершинку столбик без накида вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 2 накида на крючок столбик с двумя накидами провязываем соединяем воедино и этот лепесток мы присоединяем предыдущему протяжным полустолбиком воздушная петля 5 столбиков без накида протяжной полустолбик теперь у нас на вершинкой два лепестка значит мы вяжем еще один раз два три воздушные петли 2 накида на крючок провязываем столбик с двумя накидами соединяем воедино теперь мы этот лепесток опять крепим к предыдущему воздушная петля и под столбик вяжем 5 столбиков без накида из основания провязываем протяжной полустолбик и у нас связано над вершинкой уже два столбика мы снова переходим в положенное место для раппорта в нашу арочку и вяжем 5 воздушных петель переходим в парочку столбик без накида вяжем 3 воздушные петли 2 накида на крючок столбик с двумя накидами оставляем эту петлю 1 2 в третью петлю предыдущего лепестка мы этот лепесток прикрепляем протяжкой воздушная петля и под столбик мы вяжем 5 столбиков без накида из арочки протяжной полустолбик и здесь в этой арочке у нас должно вязаться 3 лепестка и средний лепесток должен быть свободный как вот здесь вот и вот так вот мы вяжем до конца ряда значить в арочке мы вяжем 3 лепестка и средний свободный а над вершинкой мы вяжем только лишь два лепестка которые должны быть скреплены между собой и скрепление идет вот раз два три достаточно просто это все но если не скреплять вот эти вот лепестки то потом у нас получается вот здесь вот веер я это на капюшоне не совсем интересно хотелось бы чтобы этот край у нас был все-таки более аккуратным вяжем вот так вот до конца ряда ну вот обвязали уже полный ряд весь обод нашего капюшона вот такая вот у нас получилась обвязочка полностью она не верит и не стянута я ее уже немножечко прогладила и у нас остается всего лишь навсего обязать теперь горловинку и усадить ее на горловину нашего кардигана значит мы разворачиваем вязание макушкой вниз вверху горловина и начинаем делать наборочку для горловины вот у нас центр вот откуда мы начинаем мы закончили не подымаясь уже на уголок а сразу переходим на обвязку горловины и теперь мы должны набрать до середины равное количество петель и после средины ровно такое же количество петель под арочки которые у нас здесь есть мы набираем просто столбики без накида примеру 1 следующая 2 3 теперь у нас здесь арочка над листочком под нее 4 4 5 6 7 8 под арочку мы взяли 4 столбика без накида дальше у нас арочка вяжем 9 10 11 и так вот просчитывая сколько столбиков вы наберете старайтесь набирать ритмично если в эту арочку то 4 если в эту арочку то 3 здесь перехода один здесь снова 4 здесь 114 и просчитываем до середины сколько мы набрали точно также мы наберем от середины до уголка набрала все петельки у меня от угла до середины получилось 60 столбиков без накида и от середины до угла еще 60 столбиков без накида теперь оставляем капюшончик в сторону берем наш кардиган и просчитываем на кардигане сколько у нас петель обвязана горловина посчитали и тогда количество на капюшоне петель сокращаем до количества горловины на кардигане вторым рядом связали второй ряд уравняли количество петель горловины капюшона с горловины кардигана и теперь последний штрих мы складываем если это у нас лицевая сторона так как я делала лицевой стороной изнаночную изнанку к изнанке от уголочка и зашиваем пришиваем капюшон горловине пришиваю я достаточно просто сейчас я вам покажу на всякий случай я отметила сложилась срединку к серединке и вот наш угол как раз он у меня здесь так удобно закончилась ниточка на ту сторону что мне очень удобно будет зашивать и складываю я зашиваю петля в петлю от самого края эта нитка у нас потом спрячется первую петельку мы затягиваем дважды планочку мы берем самый уголок капюшон у нас остается вот такой вот маленький маленький бортик и дальше пошла зашивка обычная с одной стороны и берем петельки с другой стороны опять переходим на следующую сторону подхватываем петельки затягиваем и переходим опять на следующую сторону когда мы пройдем место планочки то там у нас вообще будет все хорошо видно а пока вот это вот место нужно прошить максимально аккуратненько потому что здесь на планочки идут поперечные петли у нас получится шов в стык ну и вот мы уже перешли на обычные петли здесь хорошо все видно и так мы зашиваем до середины и от середины до следующего угла капюшона пришиваем капюшон прячем вот эти вот все лишние ниточки естественно все лишнее подрезаем подчищаем и смотрим результат на манекене результат нашей работы вы посмотрели в начале последней серии именно этого ролика в конце я вам хочу показать вот из восьми клубочков я вам показывала что на этот кардиган я подготовила 8 вот этих вот клубочков пряжи по 100 грамм вот это мой остаток получился где-то 48 максимум 50 размер с огромным пышным капюшоном и длина кардигана до полу бедра вот я и закончила свой мастер-класс и хочу на сегодня с вами попрощаться до новых встреч до новых идей до свидания и